Всем привет! Это видео будет полезно для того, кто собрался покупать дом или участок под строительство дома. Потому что сегодня я в гостях в одной из самых крутых юридических компаний города Екатеринбурга, а как выяснилось, Москвы и даже всей России, Юралс Лигал. И на вопросы мне сегодня отвечает Безруков Анатолий Михайлович, который любезно согласился рассказать мне и вам те аспекты, на которые стоит обращать внимание при покупке дома или участка, чтобы не быть обманутым. Поехали! Сегодня он ответит на некоторые вопросы, которые касаются купли-продажи дома, земельных участков, чтобы не быть обманутым. Постараемся. Чтобы сделка прошла чисто, да? Правильно я выразился. Сделка должна пройти чисто. Желательно. Это такой профессиональный жаргон? Нет. Это нормальный общечеловеческий жаргон. Все мы хотим, чтобы все было чисто, аккуратно и без последствий. Для начала. Ваша компания занимается подобного рода делами? Именно земельные участки, дома? И вообще людям вы можете быть полезны именно в таких вопросах? Чем-то помочь? Я думаю, да. Сделки с недвижимостью, достаточно распространенная категория сделок. Многие обращаются за юридической экспертизой, приобретая дом, земельный участок. Более того, мы и более сложные вещи делаем, когда люди приобретают, что называется, заводы, газеты, пароходы. Когда речь идет о больших земельных участках, о больших производственных комплексах. И если ты умеешь делать это, то сопроводить сделку по купле-продаже дома, наверное, уже не так сложно. Вопросы более-менее типовые возникают в таких ситуациях. Поэтому да, конечно. Сегодня мы говорим про частные дома. Да. Сейчас, когда два месяца все сидят на самоизоляции, у людей уже такой начался дома нервячок. Ну, в квартирах-то тяжело сидеть, особенно если дети. И многие задумываются о покупке дома или о покупке земельного участка. Поэтому я здесь. Поэтому я хочу задать вопрос те, которые волнуют людей. Потому что сейчас прямо вот они начинают задумываться о том, чтобы купить дом. Чтобы была возможность находиться где-то на природе. А не в квартире, в своем доме. А возможно даже и переехать жить в свой дом. И первый вопрос звучит следующим образом. На самом деле я их подглядел на ютубе. И там есть много роликов, которые называются так. Нас обманули при покупке дома. Нас кинули, нас швырнули. Так вот, предлагаю с этого начать. И начать вот с нескольких советов. Как себя вести, чтобы не быть обманутым? Ну, первый, наверное, самый главный совет, как не быть обманутым. Это проверять то, что ты покупаешь. Проверять с юридической точки зрения. Точно так же, как ты это проверяешь с точки зрения технической. Чтобы дом был в нормальном состоянии. Точно так же нужно проверять юридическую чистоту. В идеале, конечно, обращаться к юристам. Кто на этом специализируется, кто этим занимается. Проверять нужно в нескольких, скажем так, направлениях. Нужно проверять того, кто продает. Причем и всю его, скажем так, собственническую родословную. То есть, у кого он купил в идеале. Посмотреть на каких условиях. Когда это было, по какой цене. А это можно сделать простой смертный, так сказать, человек. Сам заказчик. Ну, в определенных ситуациях, конечно, да. Это дозунная информация. Да, ну, историю проследить можно. Записи все делаются в Едином государственном реестре недвижимости. Ну, и, естественно, нужно запрашивать максимум информации у своего продавца. У кого вы собираетесь приобрести объект, дом, землю, неважно. Это первое. Второе, что нужно проверять. Нужно проверять сам объект. Нужно проверять, насколько правильно оформлены документы на этот объект. Чтобы потом, когда вы его уже купили, не возникло претензий у муниципального образования к вам. Чтобы не возникло претензий у соседей к вам и так далее. Ну, вот это две основные вещи. Причем, это легко сказать, наверное, да. Нужно проверить. Но проверять нужно довольно много вещей. Поэтому, ну, может быть, мы чуть позже поподробнее об этом поговорим. Поэтому просто так ответить на вопрос, как сделать так, чтобы меня не кинули, довольно сложно. Это примерно так же, если вы придете к врачу и спросите, а что нужно сделать, чтобы не заболеть. Ну, наверное, первое, о чем он вас спросит, не заболеть чем. То есть, если это одни болезни, значит, одни рекомендации носить маски, перчатки и прочее, как сейчас многие делают. А это долгая процедура проверки? Ну, в зависимости от объекта, в зависимости от того, насколько много информации нужно собирать самостоятельно. Или, например, всей полнотой информацией обладает продавец, и вы просто у него берете пакет документов и проверяете. Но я бы так сказал, что меньше недели, наверное, на это брать, ну, мы бы не стали. Потому что, ну, нужно проверить и каким образом себя чувствует на сегодняшний день продавец с юридической точки зрения. Есть ли суды в отношении него, есть ли риск банкротства этого продавца, есть ли у него бракоразводный процесс. Ну, в общем, много-много юридических тонкостей и подробностей. Нужно сделать запросы, получить выписку свежую из единого государственного реестра недвижимости. Ну, в общем, это все занимает время. И так, чтобы это не делать в попыхах и на коленке, ну, меньше нескольких дней я бы, наверное, брать не стал. Неужели все настолько серьезно? Неужели это все нужно проверять? Может быть, не проверять? И если не проверять, тогда что может произойти? Все, что угодно. Ну, например, из-за опыта что бывает? Банальные вещи у вас могут забрать назад, ваш объект недвижимости, который вы... Вот прямо когда я отдал деньги, его прямо могут забрать? Да, конечно. Ну, понятное дело, не физически, наверное, до этого вряд ли дойдет по нынешним временам. Но через суд, да, я думаю, что это вполне известные истории, наверное, вам... Иван, на жизненном пути встречались такие ситуации. Могут появиться претензии у государственных органов или муниципальных по поводу того, что у вас что-то неправильно построено на участке. Ну, вот у нас была ситуация, когда приобрели жилой дом, а оказалось, что он построен на землях лесного фонда. Надо сносить. И за свой счет. Да. А какая разница? Ну, это уже вторично, за свой счет или не за свой, когда ты сносишь свой собственный дом, который ты купил за живые деньги. А тот кому-то эти деньги отдал уже где-то вне сферы досягаемости. Ну, или, по крайней мере, он есть, а денег у него нет. Ну, легче же тебе не станет от того, что ты его снесешь не за свой счет, а за чужой. Насколько чисты такие случаи? Ну, нельзя сказать, что каждый второй случай такой, но если риск есть хотя бы маломальский, то, наверное, как мне кажется, стоит подстраховаться, потому что, ну, тебе вряд ли станет легче от того, что ты попал в 1% несчастных, а остальные 99% ходят и насвистывают от удовольствия, что они купили дом, и у них нет никаких проблем, и они не платили при этом юристам. Поэтому вопрос же, насколько вы готовы пожертвовать своими деньгами, а когда речь идет о приобретении земельного участка, и тем более дома на нем уже построенного, зачастую довольно-таки дорогостоящего, ну, это реальные деньги. Если ты готов потратить на дом, ну, там, несколько десятков миллионов рублей, к примеру, то потратить сравнительно небольшие деньги на то, чтобы юридическую чистоту проверить, сделки, ну, мне кажется, это разумно. Точно так же, как разумно в этой же ситуации потратиться на инженера, который этот дом осмотрит и подскажет, что в этом доме так, а что не эдак. Ну, это мы про дом говорим. А что касается земельного участка, там точно такая же история? Ну, там, может быть, чуть меньше документов, да, мы не связаны документами в отношении разрешений на строительство, потому что, собственно, это строительство еще не начато. Хотя, с другой стороны, нужно проверять участок, а можно ли вообще на нем строить. А может такое оказаться, что нельзя строить на участке? Конечно, ну, все зависит от разрешенного, вида разрешенного использования земельного участка. И если он предназначен для ведения сельхозработ, или это земли, я не знаю, там, промышленности, или вот земли лесного фонда, ну, что вы сделаете, как на нем? Нельзя строить? Я думаю, что зрителям как раз-таки нужно здесь сделать небольшую паузу и задуматься о том, что не все земельные участки пригодны под частную застройку. Нужно проверять назначение земельного участка, потому что может оказаться ситуация, что вы купили кусок земли за живые деньги и даже что-то начали строить, а к вам пришли и сказали, ребята, а что вы тут делаете? Я могу сказать, что у нас довольно большое количество земель вокруг города, вокруг Екатеринбурга, это земли, выкупленные в свое время у сельскохозяйственных предприятий в надежде, что сейчас-то мы здесь и построим коттеджный поселок, а потом выяснилось, что осети к ним провести нельзя, или выяснилось, что изменить назначение земельного участка в виде разрешенного использования не получается, потому что нужно проводить в муниципалитете публичные слушания, а эта процедура очень непростая и небыстрая. И вот эти земли выкуплены как чемодан без ручки сейчас, и нести тяжело и бросить жалко. С одной стороны, это актив, в который люди вложили деньги, а с другой стороны, они генерируют убытки в виде налогов банально, которые ты должен за землю платить, а сделать с ним ты ничего не можешь, по крайней мере, не можешь сделать то, чего ты хотел, построить на нем дом. Ну, тогда я предлагаю сейчас подытожить то, что мы сказали, а дальше перейти к конкретным вопросам уже. Значит, если вы покупаете землю под строительство дома, то нужно проверять назначение земли, подходит ли она под частную застройку. Если вы покупаете дом, то вы проверяете то же самое, плюс вы еще проверяете законность самой постройки и плюс вы проверяете еще самого продавца на благо... Иногда и членов его семьи. Иногда и членов его семьи. Ну, если у него есть супруга, то как минимум нужно проверить, не является ли этот дом предметом возможных претензий со стороны супруги. Это там неподеленное совместное имущество. А если есть несовершеннолетние дети, там тоже может быть какая-то история с обязательствами в отношении них. Ну, в общем, проверка должна быть достаточно масштабной. В общем, свой дом, покупка своего дома, покупка земли для постройки своего дома – вопрос серьезный. И деньгозатратный, я бы сказал. То есть денег придется потратить достаточно много. Поэтому лучше на старте все проверить. Какие документы на участок дом необходимо проверить перед покупкой дома или земельного участка? Ну, давайте так. Мы пройдемся, наверное, по минимальному списку, который необходимо проверять. Потому что в зависимости от ситуации, кто продает, в каких обстоятельствах продает, список может варьироваться. Но самое основное мы попробуем проговорить. Субтитры сделал DimaTorzok